Анастасия Борисова Импульс к развитию. Алтайские моногорода получат дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Большой плодовый сад появился в Бийске, но необычный, семейный. Бийчане таким образом увековечили свои имена. Начнем выпуск с оперативной информации. Легкомоторный самолет Як-52 разбился в Алтайском крае. Погибли два человека. Трагедия произошла вечером 16 июня в Первомайском районе, неподалеку от трассы Чуйский тракт. По предварительным данным Як-52 разбился во время выполнения фигуры бочка. Это когда самолет поворачивается на 360 градусов вокруг продольной оси. В результате крушения погиб чемпион России по высшему пилотажу глава аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов. Его напарник пилот Денис Колбин. Жертв на земле нет. Следственный комитет возбудил дело по статье нарушения правил безопасности. Падение произошло на 217-м километре трассы Р-256 в 500 метрах от вертолетной площадки «Гелеон». После падения самолет загорелся. Получив сигнал, на место вызова немедленно выдвинулись подразделения 26-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Горение воздушного судна было ликвидировано в считанные минуты. Взрыва топлива не было допущено. На месте падения самолета были задействованы 32 человека, 12-11 техники. А сегодня утром аварийную посадку в краевой столице совершил самолет «Суперджет-100». Он следовал транзитным маршрутам Иркутска-Барнаул-Санкт-Петербург. У воздушного судна отказал двигатель, поэтому лайнер был вынужден приземлиться на одном двигателе. Посадка прошла благополучно. По данным краевого главка МЧС, 91-го пассажира, включая пятерых детей, оперативно вывели самолеты и разместили в здании аэропорта имени Германа Титова. И продолжаем выпуск. Алтайские моногорода получат дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Распоряжение об этом подписал временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко. Итак, почти 8 миллионов рублей направят в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах края. Это средства краевого и федерального бюджетов. В частности, распоряжением правительства региона субсидии получат Алейск, Заринск, Новоалтайск и поселок Степное озеро Благовещенского района. Средства государственной финансовой поддержки направят на субсидирование части затрат, связанных с утратой процентов по кредитам, компенсацию части затрат по договорам лизинга, техники и оборудования, а также на помощь субъектам социального предпринимательства. А накануне в Рио губернатора Виктор Томенко посетил Благовещенский район. Цель визита – знакомство с инфраструктурой и общение с жителями. Так, Виктор Томенко посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Победа», стадион Олимпийский, общеобразовательную школу имени Корягина, строящуюся ТЭЦ в селе Степное озеро и Благовещенскую районную больницу. Также в Рио губернатора встретился с главами двух районов края и редакторами местных газет. В ходе встреч жители края делились проблемами и задавали вопросы. Стратегия социально-экономического развития края, она существует, она принята, в нее уже несколько раз вносились уточнения. Жизнь на месте не стоит, необходимо ее, стратегию нашу, приводить в соответствие с вновь складывающимися условиями и теми запросами, которые у наших жителей есть. Поэтому мы обязательно этим будем заниматься. Сделать дороги безопаснее помогают современные технологии. Качество дорожного полотна напрямую зависит от сырья, из которого оно сделано. Прежде чем отправлять материалы на объект, их тщательно проверяют в специальных лабораториях. На одной из них в Первомайском районе находится мой коллега Вадим Слюсарев. Вадим, здравствуйте. Расскажите, как проходит проверка асфальта? Здравствуйте, коллеги. Думаю, наши зрители часто видели на проезжих частях, когда есть такие вырубленные квадраты, и они попадают сюда, в лабораторию, где проверяется качество асфальта. Вот подобные вырубки, но не нужно думать, что непроверенный асфальт попадает на работу, и только потом он постфактум проверяется. Проверяется и смесь, которая в будущем попадет на будущую проезжую часть. О том, как проверяются эти образцы, нам расскажет Алена Ашацкая, техник, лаборант ДСУ Северо-Восточная. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы проверяете здесь будущие образцы? Ну, мы асфальт проверяем на прочность при 50 градусах и при 20. Вот образец из 50 градусов. Поставили на пресс и проверяем его прочностные характеристики. Пресс покажет, какая прочность у асфальта, который отстоял 50 градусов при 60 минутах. А какое давление оказывает аппарат? Вот на прессе у нас показаны киломьютоны, и сейчас, когда раздавится, мы увидим, что, ну вот, допустим, будет 3,21 мегапаскалей. Пресс показал. Допустимая норма по ГОСТу. Асфальт прошел испытание. Асфальтобетонная смесь. То есть вот эта сейчас смесь прошла испытание. Это замечательно. А какие основные характеристики, на которые вы пройдете? Мы определяем водонасыщение, прочностные характеристики, определяем раскол и сдвиглоустойчивость асфальтобетона. Все вот на этом прессе. Ну, и, как уже отметил техник-лаборант, специалист, данный образец прошел проверку, прошел ее очень хорошо. И это значит, что и на дорогах смесь этих образцов будет показывать очень хорошие результаты и прослужит очень-очень долго. Коллеги, передаю вам слово. Да, спасибо, Вадим. А я продолжу выпуск. Сегодня в Краевой столице начали отключать горячую воду по контуру ТЭЦ-2. График работ утвержден городской администрации. Как вы видите на экране, прессовка по контуру ТЭЦ-2 пройдет с 18 по 27 июня. А ремонт трубопроводов и оборудования начнется 28 июня и завершится 11 июля. Все это время жителям центральных улиц Барнаула, жилплощадки, микрорайонов «Поток» в РЗ и поселка Восточный придется терпеть холодный душ. К другим темам. Большой плодовый сад появился в Бийске. Жители Наукограда высадили 170 саженцев, яблонь и груш. Каждому дереву дали свою фамилию. Необычный экологический проект организовали местные предприниматели совместно с властями города. Чтобы облагородить местную лесопарковую зону. Подробности расскажет Полина Жданова. В огромном саду, где растут тысячи плодовых деревьев, Михалашины смогут найти свое. Уже родное. Эту грушу вместе с дочкой Евой, Екатериной и ее супруг посадили этим летом. И теперь ухаживают за ней, навещают. Михалашины участник экологической акции «Фамильное дерево». 170 саженцев, груш и яблонь жители Бийска посадили в лесопарковой зоне квартала АБ. Для общества полезно, что все люди район свой облагораживают. И семьям очень интересно, полезно потом приходить с детьми, смотреть, как развивается свое дерево. Часичка себя на районе есть. Организовали акцию бийские предприниматели. Власти города поддержали идею. Закупили саженцы яблонь и груш. Жители Бийска посадили деревца и дали им имена, а точнее повесили на ветке таблички со своими фамилиями. Экологическая акция прошла в Новокограде впервые. Выбрали этот участок, потому что мы, как инициативная группа, вместе с предпринимателями города, хотим благоустроить это место и сделать из него красивую лесопарковую зону. Сейчас здесь тоже очень красиво. Жители города приходят сюда гулять с детьми, но мы хотим, чтобы она была более благоустроена. И вот это одна из первых акций, которую мы решили здесь провести, чтобы жители города почувствовали, что это их родное место. Не просто приходили сюда как в какой-то лес, а уже в родное место, где сидит их родное дерево. Прогулочный парк оживился. Теперь сюда приходят целыми семьями, чтобы посмотреть, как яблонь и груши подросли. По словам организаторов, экологическая акция далеко не последняя. И фамильное дерево может появиться у каждой семьи. Полина Жданова, Анатолий Фукс, Новости. К другим темам. Нашумевшая история спасения лебедей получила продолжение. Волонтеры выпустили выздоровевших птиц в озеро в Кислухинском заказнике. Напомню, ЧП произошло 9 июня. Лебеди попали в химические отходы на полях фильтрации у поселка Комсомольский Павловского района. Как говорят волонтеры, это отходы производства подсолнечного масла местного завода. К спасению птиц подключились члены организации «Ангелы на обочине», ветврачи и орнитологи. Волонтеры привезли в Барнаул 12 пернатых, один из которых погиб. У всех лебедей были многочисленные ожоги лап и крыльев. На время они потеряли способность летать. Волонтеры птиц отмыли и наблюдали за ними на протяжении недели. И вот 17 июня их уже здоровых выпустили в естественную среду. Место тихое, безопасное для лебедей. Браконьеры его обходят стороной. Вообще мой заказник старается обходить сетевики стороной. Мы постоянно бываем практически через день здесь. А раз здесь выпуски лебедей, мы это возьмем под особый контроль. Испытания на грани человеческих возможностей. Житель Алтайского края стал финалистом телешоу «Русские ниндзя». Сергей Федорин из «Камня на оби» поборолся за главный приз – 5 миллионов рублей. Напомню, шоу первого канала «Русские ниндзя» известно благодаря уникальной полосе препятствий, которая усложняется по мере продвижения участника. Прежде чем попасть в эфир, спортсмены со всей России проходили жесткий отборочный этап. За конкурсный день из 50-60 человек оставался только один. Наш земляк прошел все этапы отбора и в итоге попал в эфир первого канала. Но в конце испытания упал с каната, не рассчитав центробежную силу. И пока это все новости к этому часу. Еще больше ищите на нашем сайте katun24.ru. Хорошего вам дня!